Всем позитивного времени суток дорогие друзья, вы на канале Evil Fluff и сегодня я хотел бы предложить вашему вниманию билд на посох лесного пожара и пару его вариаций для комфортной игры на мобильных и ПК. Хорошо справляется с билдами ближнего боя, включая перчатки, неплохо с билдами дальнего, в зависимости от выбранного варианта билда, реальные проблемы будут составлять только кайт билды, как и посохи оборотня, если не успеем прожать свои сейвы. И тут дело либо в плохом понимании мной данных посоховых способностей, как и противодействия им, либо в слабости билда против них. При таких встречах шансы 50 на 50, но формой чертенка и мишки почти всегда слив. В целом же процент побед на данном билде составит 80%, и это с мастеркой 26 уровня, при росте мастерки будет повышаться и наш урон, а значит и процент побед будет расти. Но также все зависит и от вашего умения и понимания данного билда, так же, как и возможностей вашего девайса и интернета. Итак, давайте перейдем к самому билду и его вариантам. И начнем, пожалуй, с левой руки. Берем книгу, что повысит нашу манну и восстановление здоровья. Но самое главное, она сократит скорость нашего каста. Это нужно для того, чтобы на кью мы использовали способность стрела огня. Не имеет времени восстановления, летит всегда в цель, еще и поджигает. Дот поджог стакается на противники до 5 раз. Книга же нужна для того, чтобы мы сократили время каста данной способности. Чем быстрее кастуем, тем больше урона и чаще стреляем по врагу, повышая наш ДПС. На W берем, что будет нам доступно. Но при прокачке ношения огненных посохов стремимся к огненной артиллерии. Неплохой урон и огромная дальность, что поможет добивать нам убегающих противников. Далее в ПВП на резках будет пример. На Е сфера магмы, хороший урон, который при прокачке мастерки будет только увеличиваться. А дот урон, что будет еще наноситься в течение 4 секунд, ничем не будет резаться. Главное научиться попадать по противнику, ведь шар будет лететь только по прямой. И от него легко увернуться на дальних дистанциях. Пассивка в данном случае идеально подойдет агрессивный маг, что будет увеличивать скорость каста наших способностей. И поскольку сама огненная ветка наносит большой урон, то остальные предметы берем на выживаемость. Как и сайвы. На голову шлем солдата с блоком, что даст нам защитный бабл и позволит двигаться, дав возможность на протяжении 2 и 5 секунд заблокировать весь входящий нас урон. Пассивка на устойчивость для повышения защиты. Аналог колпак клирика с ледяным блоком и пассивкой на агрессию для повышения нашего урона. На тело берем мантию клирика с бессмертной душой. Внимание, для активации нам нужно получить урон, который войдет в нас полностью. Пассивка на агрессию для повышения урона. На ноги берем сапоги хранителя с гигантом. При постоянных ресетах боя противником меняем на омолаживающую пробежку. Пассивка на устойчивость. Плащ города Мартлок с ограждающим щитом. Банки зелья гиганта из еды омлет для ускорения восстановления способностей и каста скиллов. Второй вариант. Мы меняем левую руку на череп трофей, увеличив весь наш урон с руки и способностей, а также отхил. Но также будет увеличивать наш расход маны. На кью берем обжигающее пламя, что имеет 4 уровня комбинации. Каждый раз попадая по противнику, мы продолжаем комбинацию. Четвертый уровень комбинации мы наносим максимальный урон, но нам нужно попадать по противнику каждый раз. Снаряд летит по прямой, что немного усложняет данный процесс, особенно при игре с мобильного. Пассивку меняем на яростный, что после каждого пятого заклинания будет увеличивать наш урон на 10% в течении 4 секунд. На ноги берем любые тканевые сапоги с энергичной пробежкой для восстановления маны и пассивкой на агрессию. Из еды берем сэндвич для увеличения нашего здоровья и выживаемости. Третий вариант. Превращение входячего танка, поджигающего все вокруг себя. На кью берем пылающее поле, что будет оставлять огненный круг и наносить урон, кто в нем стоит, каждые 0,5 секунд. Огневая артиллерия также поможет нам в этом действии. Пассивка либо энергичность для восстановления энергии, при ее нехватке, либо горение для повышения нанесимого урона, ведь в данной сборке нам периодически придется атаковать с руки. Голова, солдат либо клирик. Тело, клирик. Ноги хранителя. Со способностями и пассивками, озвученными ранее. Плащ Мартлока. Как приловчитесь играть на данном билде, можно и даже нужно поэкспериментировать с плащами и билдом в целом, подстраивая его под себя и свое удобство, а также стиль игры. Начать же можно с плаща, взяв тот же самый плащ города Зетфорд. Поскольку мы атакуем периодически с руки, то дополнительный урон нам не помешает. В левую руку корень природы для повышения нашего здоровья и выживаемости. Из еды также сэндвич для повышения здоровья. Банки гигант. Начиная с 20 мастерки уже можно пробовать свои силы на данном билде. Но я бы все же рекомендовал новичкам добираться до отметки хотя бы 80 уровня и выше, для простоты сражений. Далее будут примеры боев на данном посохе. Большее количество боев будет выходить в рубрике пвп нарезки. Приятной вам игры и только позитива в процессе. Всех братиков и сестричек по-братски обнял и приподнял. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok